привет зритель вот я купила когда-то но так еще не обозревала 250 рублей вообще удовольствие и вот у меня включить сберегательный режим говорит телефон с которого я тут этим самым управляю короче кофточка я уже не помню чё из чего она вот такая она более как бы водолазочка и я думаю она наверное ну как бы тепленькая у нас туда я ехала на велике в одну сторону было холодно обратно ехала внезапно потеплело и мне стало слегка жарко я заодно демонстрирую тапочки вот такие тапочки я сейчас даже в одной ноге подойду или нет вот так вот вот тапочка такая тапочка по моему что я не помню 300 рублей она была ну в общем был магазин где я три года назад покупала велиновские кожаные тапочки которые у меня три года жили вот принципе на следующий год их можно в деревне таскать и внезапно я узнаю от подруги назад уже наверно ну или полтора как то так что магазин этот приказывает долго жить и у него идет распродажа в суде действительность выдации оттуда она говорит там остались маленький размер как раз на тебя я туда пришла и значит обувь думаю себе купить на следующую весну вот на следующий год я вот их и ходила сейчас только дома чтобы вам показать сейчас я вот отойду чтобы их было видно тапочка такая вот еще одна тапочка такая и короче говоря сначала обувь перемерила а потом пошла смотреть шмотки и вдруг увидела эту кофточку померила она мне очень понравилась в итоге я купила эту кофточку пятьсот пятьдесят рублей все вместе удовольствие вообще она стоила пятьсот потом у нее была скидка там она была по триста и вот на последние распродажи прошлые ролики снимала перед абхазией и была куча недовольных которые не стесняясь своего жирного брюна в своих жирных немытых глазах плевала мне про мой типа жир ну все кто это писал я чую они такие это вообще 90 60 90 90 60 90 90 60 90 или вообще 60 60 60 не знаю у кого какие стандартные там была еще одна дама она так хотела чтобы я ее камент удалила быстро мне там километр я решил оставить я скринжот делала девочки но скинула мы так по угорали на нее или во флудилку вообще-то скидывала наверное еще и во флудилку откуда люди бегут потому что флудилка мертвенькая но я туда не захожу вообще не знаю что туда писать люди не пишут короче и вот вот еще потом одна рубашечка но и заодно ваш придирчивый взгляд зритель скажет мне схуднула я или нет тут кстати вот оно такое как бы нашитая тут и вышивка и стразики что-то такое короче интересненькое мне кажется что я схуднула но это мне кажется а есть где-то процентов 45 зрителей которые ну вообще эксперты по чужой жизни и чужой внешности меня подруга с питера приезжала вообще приезжал в начале весны точнее в конце весны в начале мая но встретились мы где-то с ней вот как обычно в конце лета третий год по ряд и на тоже смог всяких блогеров что-то вот такую тему мы с ней поднимали по офигевать там смотрят каких-то людей которые когда женщина развилась с мужем стала вышла замужем другого и подписчики пояснили читай каментами подписчики тебе говорили ты не за того замуж вышла короче вот про тех которые вот такие вот ну лучше она знает но есть же еще 55 процентов адекватов так вот 55 процентов адекватов скажите схуднул лёли кулина поставим пока на паузу потому что надо еще шмуткой отладеть да кстати это сумка от камеры это зарядка от камеры и дали меня переноской тут маленький такой бардачок и вон там видно тапочки которые переодевала кусочек пианино стульчик с обезьянками ну и возможно нет их не видно не далеко вот я сейчас поближе пододвину ногой прямо вот видно сланца в которой я мужик хожу и снова я тут не даю пожрать своему телефону совершенно но потом я его поставлю на зарядку короче рубашечка 560 рублей без распродажи я там штук 5 померила и синюю такую розовенькую и таких парочку некоторые разные сорок четвертый был как нас на коле сорок восьмой ваще утонула сорок шестой примерно так же я чё-то думала мне все вылежали что у тебя сорок шестая тире сорок восьмая как вообще это короче в переводе на русский размер с по сантиметрам не подходил я все еще хотела смирить свою тарию но что-то как-то не не это не ушло мне казалось что рукава возможно короткие но мы с подругой были потом в кафе посидели на 700 чем-то рупий ну я например там пиццу заказали ролл поели короче говоря в общем как-то истратила я треть из шести тысяч с ютубных денег на жертву на всякие рубли на всякую одежду треть на ягоды которые заморозила кофточку вся купила и сейчас я вот так вот короче подружка стала лучше вот я на нее смотрю вот так мне так понравилось думаю фиг знает может она мне как-то не так может это не должно быть жду подругу скажу вот так она говорит хорошо вот все так прям по фигуре все все что надо подчеркивает в общем мне она понравилась моя родственница считает что я до нее слишком жирная но я на тот момент поела и естественно мне уже не застегнулась ну слушайте до упаковки роллов схомячите пиццу я тогда просто голодная была мы давно с ней не сидели не гуляли не в кафешке ну вот я даже подойду поближе может только мою голову срежет главное это шмоточка спины на себя посмотрю как круто управлять камерой с телефона когда стоишь спиной то видно только спину а телефон не видно лицо кстати тоже жаль что насики меня больше не смотрят а то они бы что-нибудь выдали там тоже по моей вот это вот в общем вот такой маленький наверное по времени обзор моих покупок вот у меня только тапчики такие лодочки балетки жалко тех кожаных вериновских не было вообще вериновских не было и вообще кожаных не было уже ну и вот рубашечка и водолазочка не падай я потом залезла в шкаф нашла еще одну водолазочку оранжевую такую же с воротом так что у меня гардероб вроде как бы более менее обновленный снова всем спасибо за просмотр за ваши лайки дизлайки комменты отсутствие подписки отписки и пока пока пока